Всем привет, ребята! Сегодня я вам расскажу все плюсы и минусы обучения в финском университете и даже немножко покажу вам свой университет, где я училась последние полтора года. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь смотреть это видео до конца. Итак, начнём. Я приехала учиться в Финляндию из России, если быть точнее, то из Санкт-Петербурга. Наверное, 80% студентов, которые учатся в Финляндии, они все из Питера, потому что это, наверное, самая ближайшая локация, потому что Санкт-Петербург находится у границы. Вот, поэтому все оттуда едут учиться в Финляндию. И я думаю, что я смогу сделать отдельное видео про то, как я поступила в Финляндию. Поэтому, если вам это интересно, то дайте мне знать в комментариях, я обязательно сниму такое видео. И теперь начнём с самых главных плюсов обучения в Финляндии. Во-первых, это свобода в выборе. Ты выбираешь курсы, которые тебе интересны. Мне кажется, это самое крутое, потому что, к примеру, я училась на программе International Business, и я брала курсы по туризму, по иностранным языкам, вообще всякие разные курсы, которые даже не относились к моей программе, к моей специальности. Конечно, всегда есть базовые курсы, всегда есть то, что нужно прям 100% пройти, но таких не очень много, поэтому вы можете заполнять своё расписание как хотите, и я думаю, что это очень классно. Следующее — это то, что все равны. В университете финском, так же, как и во всей стране в Финляндии, люди не ставят себя выше других, даже если у них выше должность. Ты можешь, например, общаться с учителем, как с другом, спрашивать, как прошёл день. Учитель тебе может позвонить просто по Zoom и спрашивать, как у тебя настроение, что ты делал на выходных, как прошёл, например, твой обмен, вообще твои чувства по поводу обучения, что тебе нравится, может быть, тебе в чём-то тяжело. И такие индивидуальные звонки проходят несколько раз в год, они обязательны, чтобы учителя общались с каждым учеником отдельно, индивидуально. Но также можно сделать дополнительные звонки, если вы прям очень хотите, вы можете написать учителю, и вы с ним лично поговорите просто о жизни. Что ещё классно, так это то, что все общаются на «ты», а не на «вы». И то есть учитель, как бы он не бог, ему не нужно поклоняться, он точно такой же человек, как и ты. И да, ты его уважаешь, но ты относишься к нему как к другу. Ещё мне очень нравится, что у нас много практики. Да и в принципе у меня университет называется «Университет прикладных наук», что значит, что у нас не только теория, а точнее больше процента практики, чем теории. Вот, и поэтому у нас очень много групповых работ, где мы вместе с ребятами решаем какие-то проекты, задачи. Это всё гораздо интереснее, чем просто вот так вот сидеть, слушать теорию скучную. И некоторые из этих проектов ребята даже воплощали в реальную жизнь. Если прям учителям очень понравится это, то ты можешь попробовать реально как бизнес-идею. Например, я участвовала в таком проекте, где большие финские компании достаточно говорили свои проблемы или челленджи, и ребята, разделённые на группы, ну в том числе моя команда, мы должны были решить эти проблемы. Вот, и тем, кто лучше всего справился с этим заданием, была награда 500 евро каждому из участников группы. Вот, так что это было очень круто. К сожалению, мы это не выиграли. У нас было второе место. Но всё равно сам факт, что такие проекты существуют, и то, что ты можешь, если ты реально что-то делаешь круто, ты можешь выиграть за это даже денежный приз. Я уже не говорю про всякие сертификаты или шансы там на работу. Это прям классно. Следующее, то, что я однозначно считаю плюсом, это то, что учителя не оглашают свои комментарии и оценки вслух на весь класс. Никогда ты не узнаешь оценку даже своего друга, который получил там за экзамен или за контрольную. Так что не говорят, как это у нас было в школе, фамилию и два на весь класс. И сразу все на тебя оборачиваются, смотрят, о, двоечник там не сдал экзамен. Такого здесь нету, потому что никто не знает оценку. Обычно вывешивается такой эксель-файл, где у каждого студента ему присвоен номер. И вдоль этих номеров стоят вот так вот столбик оценки. То есть ты знаешь только свой номер, и ты видишь оценку, которая рядом с ним стоит. Обычно никто не заучивает студенческие номера других, там своих друзей даже, или других студентов. И поэтому я думаю тоже, я знаю только один студенческий номер своей подружки, который стоял через одну, через один номер. Поэтому это суперкруто, я считаю. Никто не должен знать, что у тебя за экзамен. И поэтому никто тебя не будет осуждать. Еще мне, конечно, очень нравится внешний вид и обстановка в универе. Это просто отдельный вид искусства. Потому что все финские универы, они сделаны в таком прям современном стиле. Все сделано для студентов, куча пространств. Вот. И сейчас я вам немножко как раз-таки покажу. Я специально приехала в универ, чтобы вам это показать. Поэтому смотрите. Вообще, конечно, обстановка очень крутая. Все выполнено в современном таком дизайне. И туда приятно приходить, чтобы просто посидеть, попить кофе, поучиться. Вот. Я, собственно, так и делала. Когда у меня не было пара, я просто приходила туда покушать и посидеть. Почти выпустившийся студент. Забавно, что я пришла в университет уже, наверное, в последние две недели своего студенчества. Потому что все это время они были закрыты. И сегодня прямо первый день, когда открылись кампусы. И поэтому я сразу тут. Вот тут у нас всякие игровые зоны. И общие просто где сидят, все встречаются. Так классно. Аудитории выглядят просто как кинозалы какие-то. Сейчас еще как раз свет выключен. Вот это место учителя. Вот у нас на каждом шагу всякие такие общие зоны. И тут раньше сидели люди. Но сейчас тут крестики. Никому нельзя садиться. Больше всего мне, конечно, нравятся вот эти вот все зоны, где можно посидеть. И обычно я сюда раньше приходила учиться. Очень часто можно просто забронировать вот себе аудиторию. И если ты подходишь, этот такой зеленый значочек, то можно туда заходить и там учиться. На самом деле теперь, когда уже открылись кампусы, мне очень грустно. То, что я больше не студент. То, что я через две недели получу диплом свой. Здесь вот такой открытый класс, видимо, где делают презентации. И это могут смотреть все. Вот удалось немножко увидеть аудиторию, потому что сейчас все закрыто и выключено. Но она фри, так что там можно позаниматься. Очень часто в университете есть такие уголки с кухни. То есть те, кто приносят с собой еду, могут себе тут что-нибудь порезать, сделать и покушать. Потому что столиков и вот этого всего очень много. Кусочки финского арта, который висит в университете. И самая классная зона, моя любимая нашего университета. Это практически на входе находится. Вот, и мое любимое, это вот эти вот кабинки. Кстати, естественно, везде разделяется мусор. Не только на улицах, но и в университете. И нужно обязательно прям вот четко кидать в каждую ячейку. Кстати, можно подключаться к телеку самим. Вот, и устраивать такой просмотр. А вот так выглядит местная столовая. Тут все обычно, все переполнено, все сидят, кушают. Тут очень, конечно, классно собираться, но в корону тайм ни одного человека. Я чувствую, наверное, я одна во всех зданиях университета сейчас. Еще одна очень крутая зона, которая мне, наверное, больше всех нравится. Тоже такой небольшой каворкинг. Вот, здесь кафешка, пьют кофе, булочки кушают. Конечно, тут учиться — одно удовольствие. Всегда хочется возвращаться, каждый день здесь сидеть, учиться. Это так классно. Мне кажется, что именно такие места, которые прямо сделаны для студентов, и которые сделаны именно в таком классном стиле, они мотивируют учиться и работать продуктивно. Потому что тут обычно, когда здесь находится прям очень много народа, и все сидят, что-то делают, разговаривают, учатся, это настолько заряжает вся эта атмосфера, что я очень часто приходила сюда именно просто за этим. У меня не было лекции, и я просто приходила там посмотреть на людей, посидеть. И так было гораздо лучше, чем работать дома. Кстати, еще один плюс — это то, что университеты открыты 24 на 7. Ну, то есть круглые сутки. По крайней мере, это было так до короны. Сейчас они работают, по-моему, до 9 или до 10 вечера, но все равно ты можешь сидеть хоть весь вечер заниматься в университете. Это очень круто. Мы даже иногда приходили прям поздно вечером в 11-12, потому что там еще работает зал круглосуточно. Поэтому ты просто можешь жить в этом университете. Там очень круто. Вкусная и дешевая еда. Да, конечно, это не относится к образованию, но все-таки это очень влияет, потому что во многих университетах студенты жалуются, что ой, в столовке так невкусно кормят. У нас кормили просто, как в ресторане. Так выглядит ресторан. Тут берешь напитки себе, и потом дальше выбираешь, как это по-русски говорится, шведский стол, но по-английски это, как говорится, буфет. Тут обычно лежит еда. Все убирают себе порции. Есть даже вегетарианские опции. Вот. Так что очень классно. Еще дальше еда. И все это за 3 евро. Им можно класть добавки сколько хочешь. Еще один плюс. Не знаю, кто-то, может быть, расценивает его как минус, но для меня это точно положительная вещь. Это то, что у нас две обязательных практики за весь период обучения. Ты можешь работать в любой стране, кем угодно. Вторая практика должна быть уже по специальности, но первая реально кем угодно. Вот, например, я работала первую практику аниматором в Италии. Вот. Это было супер-классно. Это незабываемый опыт. И круто, что университет тоже дает такую возможность. То есть очень много дается ресурсов, где ты можешь найти себе работу на лето. Например, в Креции. У нас очень много знакомых. Ну, прям вот ездили по классным европейским странам и чисто работали там три месяца где-нибудь в отелях, еще где-нибудь. Это классно. Плюс хорошо платят. Вот. И засчитывают как практику. Следующий мой жирный-жирный такой плюс, что мне очень нравится, это то, что у нас есть поддержка Erasmus. Если ты едешь на обмен или если ты едешь на работу, вот как раз-таки опять же за границу, то тебе Erasmus присылает каждый месяц поддержку. Каждый год эти цифры меняются. То есть вначале там это было 300 евро, потом это было 400 евро в месяц, потом это стало больше. В общем, это все зависит от страны. Там, по-моему, есть две группы стран. Первая это самые дорогие, типа Швейцария и там всякие скандинавские страны. И вторая группа это всякая Испания, такие южные страны, где уже все подешевле, и поэтому, соответственно, финансовая поддержка там тоже чуть меньше. Но все равно, кроме зарплаты, вам будет присылаться это Erasmus поддержка. Это классно. Конечно же, мне очень нравится то, что у нас обязательный обмен. Ну, почти обязательный. То есть это прям очень-очень рекомендуемо, чтобы ты поехал на обмен. Вот, я ездила учиться на обмен в Италию. К сожалению, это было всего один месяц. Но все равно у каждого, абсолютно у каждого студента есть такая возможность, и тебе не обязательно быть прямо отличником, там как-то выделяться, быть суперактивным. Ты просто должен сдать все базовые курсы и как-то просто все сдать на минимум. Все. И тебя точно определяют в какой-нибудь университет. Потому что, когда ты подаешь заявку, ты определяешь для себя пять университетов в приоритетном порядке. И в один из них тебя вот точно примут. У нас, наверное, практически не было случаев отказа на обмен. Либо это были только те прям, кто вообще не хочет учиться, ничего не делать. Им отказывали. Но в основном все ехали именно куда хотели. Интернешнл-обстановка. Это то, что мне очень нравится. У нас все студенты из разных стран, по крайней мере, в нашей группе. Да и вообще, все, кто учатся на английском языке, естественно, там очень много иностранцев. Вот. Иностранцев для Финляндии, я имею в виду, не для России. В основном, конечно, в группе у нас были преимущественно финны и русские. Русских, по-моему, у нас 12 или 15 человек, что очень много. И также было много других обменников. Там из Германии, Франции, Италии. И, естественно, много очень ребят из Вьетнама, Индии, Пакистана. В общем, все страны, наверное, присутствовали. Если не в нашей группе, ну, так точно на нашей программе можно встретить всех. И это интересно, когда вы работаете в группах, потому что у каждого разный бэкграунд. Кто-то говорит на одном языке, кто-то на другом. Вот. Но вы, естественно, все общаетесь на английском. Но все же это делает обучение гораздо интереснее. Еще один очень важный плюс для меня — это то, что расписание у нас совсем не забито. Ну, я бы сказала, после полтора года обучения оно уже вообще не забито. Ты прям сам им распоряжаешься. Ты можешь ходить на пары, можешь не ходить. Все зависит только от тебя. Наверное, самый тяжелый год в плане расписания был первый курс, потому что ты привыкаешь. Плюс у нас стояло практически четыре пары каждый день. Вот. Но после первого курса вообще все стало гораздо свободнее. Не каждый день занятия. Вот. Ты можешь заниматься чем-то другим. У тебя могут быть хобби. Ты можешь заниматься спортом. Ты не должен посвящать 100% времени своей недели учебе. Такого нет. И именно поэтому очень много ребят берут дополнительные курсы, и они по их интересам. То есть сами лекции, пары интересные. Очень много, опять-таки, практики. Учителя не просто, типа, тебе рассказывают сорок минут, полтора часа теорию, но они как-то еще пытаются завязать разговор, вообще дискуссию, чтобы весь класс как-то поговорил, чтобы поделали работу в группах. Так что я считаю, что у нас достаточно были интересные лекции. Конечно, не все были. Учителя, которые очень все скучно рассказывали, ничего не устраивали, но это не относится ко всем курсам. И учителей можно перебивать. Это даже ценится. То есть ты не должен ждать, там, конца пары, конца лекции, чтобы задать вопрос. Ты можешь это делать в ходе урока. Это, наоборот, будет только тебе в плюс, что ты пытаешься как-то завязать беседу, вот, узнать что-то новое. Поэтому ты общаешься с учителем, как с другом. И также на лекции у вас нет ничего официального. Ну, а теперь перейдем к минусам. На самом деле их не так уж и много. Мне практически все нравится в обучении в Финляндии. Ну, есть пару штук. Самый прям большой минус для меня это то, что очень много групповых работ. Мне прямо вот очень это не нравится, потому что, как по мне, я больше люблю индивидуальную работу, потому что в группах, когда вас набирают 6 человек, во-первых, твоя часть слишком маленькая. Да, кому-то это может показаться круто, типа можно ничего не делать, и мне засчитать. Вот таких у нас как раз-таки ребят было очень много. Почему мы и не любим всю эту групповую работу? Потому что есть такой человек, четвертый или пятый, который просто ничего не делает, а в конце, когда будут ставить оценки, ему поставят такую же там, допустим, четверку-пятерку, хотя он даже не открыл никакое задание. Вот, так что очень часто такие групповые работы нечестные, да и вообще очень сложно координироваться. Во-первых, то, что все говорят на разных языках. Ты можешь не понимать акцент. Например, мне было все время сложно понимать вьетнамский акцент. Это прям азиатский акцент в английском, это очень сложно. Вот, и плюс, чтобы всех соединить, там, в WhatsApp, или чтобы встретиться в кампусе, это прям сложно, и я очень это не любила. И у нас практически на каждом курсе, на каждой лекции у нас есть групповые работы. И поначалу это круто на первом курсе, когда вы все знакомитесь. Вот, но на третьем курсе, когда вы уже всех знаете, вам лишь бы уже сделать задание и забыть, вас все равно распасовывают по этим интернешнл группам, и вы делаете задание. Поэтому, не знаю, по мне, нужно их сократить. Вот, иначе ничего не запомнится, кроме как общения с индусами и азиатами. Еще, что мне не нравится, это то, что очень много курсов, где нас заставляли писать репорты по 10 страниц. Я просто... Ну, я такой человек, который любит писать кратко. Для меня лучше написать одну страницу, но я туда все умещу, все, что хотела сказать. Чем написать 10 и налить воды. Вот, и таких заданий было очень много, особенно на первом-втором курсе. Я прям это очень не любила. И ты должен... Очень часто ты должен был написать это один, то есть даже не с группой. Вот, были, конечно, с группой, но все равно сам факт, что столько писанина иногда лишний. Следующее, это то, что учителя могут очень долго или вообще не отвечать на имейлы. Это тоже очень раздражает. Например, сейчас у меня была такая ситуация, я уже выпускаюсь, и мне нужно было поставить последнюю оценку, потому что сейчас мне будет уже прямо делать диплом. Вот, и учитель мне просто не отвечает 3 недели и не ставит эту оценку. Это прям бесит. Вот, конечно, не все такие учителя есть, которые отвечают на следующий день, но бывают такие финки или финны, которые очень медленные. Еще одна вещь, которую я могу, наверное, зачесть в минусы, это то, что, по сути, такая программа, как у меня, International Business, я считаю, что она точно не стоит таких денег, как сейчас стоит, например, цена на сайте, я не буду ее называть. Я думаю, то, что, когда я поступала, она еще стоила этих денег, то есть вот максимум 4300 евро, это стоит максимум, потому что остальное они слишком задираются, но я считаю, что это нерезонно, потому что скоро бакалавриат будет стоить так же, как магистратура в Финляндии. Я не понимаю, почему они это делают. Если они хотят, чтобы у них как можно больше приходило international студентов, тогда зачем задирать такие цены? С другой стороны, все же платят, кто вне Евросоюза, то есть, по сути, к ним могут все приезжать там из Германии, Франции студенты учиться, вот. Но если ты из России, или если ты из Азии, или если ты из Америки, то ты должен платить, и причем очень много. Вот, но, кстати, такой маленький плюсик, то, что очень во многих местах есть всякие стипендии, и тебе могут убавить, например, 50% оплаты, так что, если вы знаете, как это сделать, то вы точно, наверное, не заплатите всю полную сумму. И, в принципе, это, наверное, все минусы, которые я хотела сказать, потому что, реально, во всем остальном, мне очень нравится обучение тут, и я 100% хочу пойти на магистратуру. Пока что не знаю, когда это будет, потому что сейчас хочется немножко отдохнуть от учебы, но сам факт, то, что здесь учиться реально круто, и я советую это всем. В общем, ребята, учеба за границей, учеба в других странах, это очень круто, и я советую испытать этот опыт каждому, у кого есть возможность, потому что вы 100% улучшите свои языки, вы 100% узнаете что-то новое, вы погрузитесь в культуру, в которой вы будете жить. Это незабываемый опыт, особенно, когда тебе 20 лет, поэтому я всем желаю, чтобы вы поехали хотя бы по обмену из своего университета, старайтесь учить английский, это вам очень пригодится в жизни. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok